сколько вы думаете здесь мощности 500 700 1200 например здесь была камера для skype это создает адский звук ломает вот здесь вот всю в общем металюгу что вообще в те времена означало купить маруси сколько это стоило мы уже снимали уазы не вы и другие лады будущего но стягивали момент встречи с нашей принцессой неизбыточных грез маруси ну разве не круто она выглядит сегодня мы посмотрим все фишки и секреты этой машины как будто ей владел бы ты или я такого ты еще не видел самое фантастическое что если взять все деньги которые потратили в этот проект и разделить на машины которые сейчас сохранились то каждая будет стоить 15 20 миллионов долларов но о ценах моторах и так далее мы говорим чуть попозже но для начала давайте просто определимся хотя бы как называть эту машину ведь название пишется латинскими буквами и называть надо по-английски мараша параша не мараша маруся мне нравится маруша и я их учу маруша это первая модель компании b1 и 6 выпущенная маруся в основном она участвовала в испытаниях и проехала около 6000 километров то есть это маруся скорее всего самым большим пробегом обычно модели красились в двухцветную окраску это был такой фирменный ход но это машина одноцветная в коричневом металлике это часто бывает у суперкаров когда вы смотрите на них и не понимаете как открывается дверь обычно ручка прячется где-нибудь я не знаю в таком вот изгибе или в стойке крыши но здесь она открывается электроприводом с брелока посмотрите и еще быстрее она закрывается то есть если вы не очень быстро уберете ногу когда вылезаете из машины такое впечатление что она просто ее прищемит посмотрите бумс но самое интересное что с электроприводом даже крышка переднего багажника сейчас я вам ее открою блин это очень непривычно открывает дверь только с ключа находим секретную кнопку которая не смогу вам показать извините ребята это не войдет в этот ролик кнопка настолько секретная посмотрите как крышка да походу нашего аккумулятора не хватает уже вот ура сейчас ребят еще 20 раз это не связано с качеством не пишите комментариях всякие гадости как вы любите да смотрите кого она огромного размера здесь огромный в принципе по меркам суперкара передний багажник и собственно жидкости тормозные здесь на самоваячка все аккуратно удобно вот здесь вот находится и самое главное я хотел показать вам вот это вот если вы думаете что колеса с центральной гайкой это круто модно современный прикольно то вам как минимум придется использовать такую вот тяжеленную хреновину на весь как автомат калашникова чтобы отвинчивать эту гайку господи иисусе я не знаю как пользоваться этой штукой вообще ferrari или lamborghini выкинули бы все эти электроприводы на потому чтобы это ну много весят и изменило бы время круга на треке но что важнее для большинства покупателей такой машины время на треке или красиво подъехать клубу до подходит ваша девушка с другой стороны до или жена и вы просто открываете и дверку потом закрываете из ключа блин это очень круто так и вот мы подходим к ключевому моменту как залезать суперкар на самом деле здесь есть две ключевые техники о которой мы сейчас расскажем это жопники они садятся попой на порог и вот перетаскивают ноги внутрь салона но здесь нам мешает вот эта вот стойка есть другая группа это ножники они работают с левой рукой с правой ногой засовывая ее в недра автомобиля а потом протаскивая все остальное на собой внутрь и эта техника работает не так уж это и сложно с другой стороны ребята посмотрите на размер этого порога это самый большой порог в истории нашей передачи он просто широченный я не знаю он шире чем нейтральная зона между северной и южной кореи наверное и ко всему прочему вам немножко мешает передняя панель который выпирает внутрь в общем проем достаточно небольшой и один человек который хотел купить марусю действительно не смог сюда просто влезть вот дело упрощалось только тем что действительно он ее купить не смог потому что и не стали производить так что проблема решилась сама собой кресло очень узкая она подгонялась под реального клиента и вы чувствуете как она не знаю ощущение как будто хунт бобслейном жёлуби мы находимся впереди очень узкое лобовое стекло которое уходит вперед передняя панель полностью вертикальная как будто волной изгибается и соответственно помимо кнопок стеклоподъемников вот здесь по центру у вас есть и кнопка электропривода открывание двери изнутри пожалуйста welcome вы приглашены садитесь вместе со мной давайте посмотрим на главную фишку маруси который как мне кажется это мультимедийная продвинутая система в отличие от тех же самых lamborghini ferrari здесь куча всяких электронных наворотов например здесь была камера для skype вы могли ехать и общаться вот здесь вот собственно на встроена едете разговариваете ваша мама вас видит ей хорошо вам тоже потому что управляетесь маруси и ваша жизнь далась класс кстати средняя цена машины в наших обзорах этой осенью составила 45 миллионов рублей это немного взрывает мозг но кажется я знаю способ как купить минимум три тачки и вообще ничего за них не заплатить заходим на автоспот точка ру и покупаем бмв 8 серии сейчас скидка на нее составляет 2 миллиона 600 тысяч рублей тратим эти 2 и 6 миллиона на новенькую audi q5 для жены кстати на новую audi q5 на автоспоте сейчас скидка 1 миллион рублей покупаем на сэкономленный миллион ну допустим kia optima и сдаем ее в такси кстати на автоспоте сейчас скидка на ки оптиму 400 тысяч рублей и этого как раз хватит на него теперь остается только продать назад бмв 8 серии с нулевым пробегом и у нас остается оптима которая приносит деньги счастливая жена на новеньком audi и сами мы объезжаем пробки на не вот так мы покатались кстати по ссылке в описании мы собрали топ-5 охренительных тачек на автоспоте с невероятными скидками смысл этого бесплатного сервиса в том что все скидки и спецпредложения от официальных дилеров теперь собраны в одном месте и чтобы найти машину по вкусной цене не нужно ездить в автосалонам или кого-то обзванивать просто зайди на автоспот найди тачку на которой ты давно мечтал и удивись ее цене и собственно перед нами вертикальная приборка квадратная на которой мы видим слева спидометр размеченный до трехсот двадцати километров в час справа тахометр контрольные лампы соответствует температуру охлаждающей жидкости количество бензина кстати его не так уж и много осталось и самое главное в центре маруся ее электронное изображение которое делать все то же самое что вы делаете в реальности поворачиваете здесь она тоже начинает мигать поворотником включаете габариты включаются габариты вы спросите да блин у тесла это сейчас есть там блин вы видите машину на экране вы видите новогодний режим где санта-клаус там не знаю вместо тесла ездит но эта тачка сделано 10 лет назад уже тогда российскими мозгами и вы такие может быть скептически ну не знаю тогда посмотрите на эти экраны есть центральный дополнительный экран помимо приборки где вы смотрели навигацию мультимедийные какие-то штуки типа музыки но пассажир здесь не был третьим человеком второго сорта у него был собственный экран где он мог какие-то выводить развлечения мог писать имейлы потому что предусматривалась даже беспроводная клавиатура то есть он реально здесь мог не скучать заманиматься своими делами такого пока что нет ни в одной машине до сих пор я бы хотел вам рассказать и про какие-то обыденные вещи типа бардачка типа я не знаю противосолнечных козырьков как это сделано у маруси но все очень просто их просто здесь нет собственно в качестве ключа используется карта такая похожая на реношную может быть она оттуда и взята с надписью маруся и кнопками управления дверьми она вставлялась в центре приборной панели здесь же была кнопочка старт стоп кажется от автомобиля рено ну здесь и мотора но так что ничего удивительного большой рычаг автомата и климат контроль ну в общем здесь все просто температура направление потоков вентилятор и кнопка для сиди вообще здесь дохрена всяких еще электронных нафаршированных штук жесткий диск планировалось на 320 гигабайт беспроводная связь 4g аудиосистема boss 6 камер в общем бла 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 куча всего но мы к сожалению не можем это особенно ощутить посмотрим что здесь с обзорность закрываем здесь огромное зеркало которое закрывает вам половину пешеходного наверно перехода но блин ощущение реально что тачка окружает тебя со всех сторон как не знаю как космический челнок руль маленький хватки с такими кожаными вставками в местах прилива и хвата осталось только задуматься блин куда положить какие-нибудь немногочисленные вещи остается только вот эта вот задняя часть обитая замшей но больше собственно положить куда-то что-то спрятать невозможно и самое интересное что здесь не планировались подстаканники только гонки только спорт только мама в скайпе когда сидишь внутри очень круто когда вот эта вот часть обнимает тебя с этой стороны но когда вылезаешь блин здесь нужно проявить изобретательность вообще лежишь практически на земле передняя часть машины имеет клиренс 100 миллиметров задние 120 но был предусмотрен гидроподъем который поднимает переднюю часть машины до 150 миллиметров чтобы хотя бы проехать лежачего полицейского и вам возможно было любопытно какой у маруси звук гудка заправочная герловина выглядит довольно просто откручивается и расположена с двух сторон то есть вы можете подъехать с любой стороны к заправке никаких проблем и здесь у нас еще один собственно рычажок который открывает капот но прежде чем мы его откроем давайте поговорим что вообще в те времена означало купить маруси сколько это стоило всего в мире было два шоурума на тверской улице в москве и монте-карло и если вы хотели присмотреться к машине и проехаться на ней за рулем то индивидуальный тест-драйв стоил 2000 евро и если машина вам все-таки понравилось то вы платили 900 тысяч рублей предоплаты и ждали 6 месяцев пока вам выпустят вашу собственную маруси ну тип 6 месяцев и теперь самое интересное цена этой машины постоянно менялась но 2011 году самая дорогая маруси стоила шесть половиной миллиона рублей это столько же как porsche cayenne turbo в те времена сейчас porsche cayenne turbo стоит 10 с половиной миллионов вот и считайте примерную цену но самая главная и печальная проблема в том что единственная гарантированная вещь которую вы могли купить в тех бутиках это было майка брелок или кружка машину бы вам так и не привезли так ну что ребят попробуем открыть эту крышечку у некоторых суперкаров какое в 40 например ferrari она очень тяжелая нужно вдвоем ее приподнимать подставлять палку металлическую огромный элемент практически половина автомобиля которая закрепляется на длинном шесте складном но здесь посмотрите просто просто чуть-чуть ее приподняла на съехала назад очень удобно вот эта центральная часть монокока она алюминиевая а здесь у нас металлические подрамники на которых вот собственно находится двигатель вся вот эта вот часть крыша все внешние панели в то же время сделаны из карбона то есть если вы захотите их заменить то где-нибудь в сервисе у дяди саши как бы это не прокатит мне кажется это выглядит здесь стоит ниссановский двигатель vq 35 от альянса renau nissan не очень мощные сколько вы думаете здесь мощности 500 700 1200 нет 240 ребята 240 лошадей плюс автомат айсин японский пятиступенчатый эта машина предназначалась не для гонок а то для такого начального уровня и также он оставался какой-нибудь переднеприводный хэтчбэк типа renau velsatis место есть до хрена на самом деле и мощность тоже могла быть довольно высокой вообще планировалось что чуть выше двигатель будет уже от nissan 350z это же версия этого мотора уже под 300 лошадей потом для renau megan trophy такой полугоночный двигатель собственно уже 300 с лишним и на вершине должны были стоять моторы с кулачковой механической коробкой передач от формулы renau 3 5 это тот же самый двигатель но форсированный для гонок до 480 даже лошадиных сил самой мощной и крутой агрессивной версии доктор я сканирую все qr-коды подряд и не могу остановиться голубчик а вы бывали на байкале нет никогда ясно ну слушайте сейчас я вам все объясню с 1 октября по 30 ноября покупаете один или 4 литра масла mobile 1 сканируйте qr-код чтобы убедиться в подлинности масло регистрируйте кассовый чек получаете гарантированный приз покупайте моторное масло mobile 1 в магазинах вашего города или на озон по ссылке и участвуйте в розыгрыше тысячи ценных призов и поездки на байкал а как я вылечусь а вот на байкале и вылечитесь собственно одна из проблем это замки которые не всегда защелкивались и вот видите вот этот вот небольшой тюнинг здесь такая матовая часть это потому что капот открылся во время движения это создает адский звук ломает вот здесь вот всю в общем металюгу внутри и вот здесь вот трещины и какие-то до повреждения закрыты вот этим вот кусочком это одна из проблем этой машины собственно разгон до сотни у этой конкретной версии ну около пяти секунд до максималка ограничены механически передаточными числами 250 километрами в час но даже когда партнером маруси стала не рено по моторам а компания косворт там двигатели все но были где-то около 420 лошадиных сил и самая быстрая и резвая маруся набирала сотню где-то за 3 и 8 здесь дальше двигатель который может выдавать больше 400 лошадиных сил вот это вот отверстие было рассчитано на мощность чуть больше 100 лошадиных сил на самом деле и марусь очень часто задыхалась поэтому здесь вот просверлены еще дополнительные отверстия для охлаждения здесь потом пилили собственно в капоте вот здесь вот дополнительные дырки чтобы воздух горячий выбрасывать но двигатель продолжал задыхаться и здесь была куча вот таких вот технических проблем которые постоянно пытались довести при этом моторов не было менеджмент запускал все больше моделей в серию дам 10 кроссоверов будем участвовать в кортеже в проекте три разных модели суперкаров вместо того чтобы довести вот эту красавицу и это самая главная трагедия этого проекта потому что денег было просто до хрена чтобы это сделать собственно отсюда мы видим банковой выпускной системы наверно такого выпуска у рено ни у какого никогда в жизни не было крутого и она выходит по центру как у погани практически вот с помощью таких вот двух труб кстати у нас есть целый плейлист с машинами made in russia сделанными в россии вот здесь вот они все вот здесь вот будет ссылочка на этот плейлист смотри наслаждайся все сделано русскими руками и я не знаю влюбился ты после этого в эту машину или стал ее еще больше ненавидеть напиши это в комментариях купил бы ты марусю или нет тем более в новосибирске продается маруся b1 за 10 миллионов рублей при этом она хорошо доработана местными мастерами а нам лишь остается завести эту машину и послушать как звучит ее сердце она живая она ездит по дорогам потому что легенды не должны умирать а вы подписывайтесь и оставайтесь с нами впереди много интересного блин и я забыл что невозможно просто подойти открыть ручку нужно открыть дверь а ну правильную дверь вторая моя ошибка заключалась в том что я забыл что в марусю невозможно быстро и красиво сесть пока ребята в третий раз увидимся и а и и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok